Сегодня мы поговорим о том, зачем в физике, кроме понятия силы, вводится еще такое понятие как давление. И для того, чтобы разобраться с этим, мы для начала проделаем простой опыт. Вот с этими бокорезами и пассатижами. Сначала возьмем плоскогубцы и вставим в них проволоку. Я давлю, что есть силы. Но на проволоке остаются только небольшие зазубрины. А теперь я вставлю проволоку в бокорезы, нажму посильнее и проволока легко перекушена. Я давил на ручки обоих инструментов примерно с одинаковой силой. И примерно с одинаковой силой сжималась и проволока. Но щечки у плоскогубцев плоские, а боковые режущие кромки у бокорезов острые. И поэтому одна и та же сила во втором случае приходилась на существенно меньшую площадь. Поэтому бокорезы и перекусили проволоку. Таким образом, одна и та же сила может создавать разное давление в зависимости от того, на какую площадь эта сила приходится. Вот сейчас этот брусок лежит на столе своей самой широкой гранью. И поэтому вес распределен на относительно большую площадь. И значит давление на стол относительно невелико. А теперь поставим брусок на боковую грань. Площадь, на которую опирается брусок уменьшилась, а давление на стол тем самым увеличилось. А если поставить его на торец, то давление станет еще больше. Поэтому давление определяется как сила, приходящаяся на единицу площади. Давление обозначается маленькой буквой P. И формула для давления выглядит так. P равно F делить на S. Теперь надо сказать про единицы измерения давления. Сила измеряется в ньютонах, площадь в квадратных метрах. Поэтому единицы давления будет ньютон деленный на квадратный метр. Но у этой единицы есть и специальное название 1 паскаль. В честь французского математика и физика Блеза Паскаля. Ну, сила в 1 ньютон это небольшая сила. А метр квадратный это сравнительно большая площадь. Поэтому 1 паскаль это очень маленькое давление. И практически используют производные единицы. 1 килопаскаль, то есть 1000 паскалей. И 1 мегапаскаль, миллион паскалей. И так далее. А теперь посмотрим, какое давление можно развить обычной иголкой. Я давлю иголкой на брусок, брусок давит на весы, и весы показывает силу в 10 ньютонов. Отпускаю иголку, и она остается воткнутой в брусок. Мы сфотографировали иголку с большим увеличением, и диаметр ее острия составляет 1 десятую миллиметра, или 10 в минус четвертой степени метра. Поэтому площадь острия равна 10 в минус 8 квадратного метра. Делим силу на площадь и получаем 10 в девятой паскалей, то есть миллиард паскалей, или 1 гигапаскаль. Получается, что небольшой силой можно создать огромное давление, если эта сила приходится на маленькую площадь. А теперь поговорим о тех, кто ходит или бегает по снегу. Человек спокойно идет по натоптанной тропинке, но проваливается на лыжне, и тем более в глубоком снегу. Давайте оценим, какое давление он создает своим весом. Пусть масса человека равна 80 килограммам, тогда его вес составляет 800 ньютонов. Площадь подошвь его ботинок равна примерно 4 квадратным дециметрам, или 0,04 квадратного метра. Делим вес на площадь и получаем, что пешеход создает давление 20 тысяч паскалей, или 20 килопаскалей. Теперь поставим его на беговые лыжи. Вес остался тем же, а площадь опоры увеличилась в 5 раз, до 0,2 квадратного метра. Поэтому давление уменьшилось в 5 раз и стало равным 4 тысячам паскалей, или 4 килопаскалям. По лыжне наш спортсмен отлично катится, а в мягком глубоком снегу он провалится и завязнет. А вот белка легко бежит и по глубокому снегу тоже. Масса белки составляет 300 граммов, значит ее вес равен 3 ньютонам. А опорная площадь четырех ее лапок примерно равна 60 квадратным сантиметрам, или 0,06 квадратного метра. Делим силу на площадь и получаем давление 500 паскалей, в 8 раз меньше, чем у лыжника. Возьмем воздушный шарик и надуем его не очень сильно. Как вы думаете, какой вес он может выдержать? Положим шарик на пол, накроем коробкой и встанем внутрь коробки. Шарик не лопнул, он всего лишь сплющился, на нем можно даже качаться. Коробка не касается пола, ее поддерживает давление воздуха внутри воздушного шарика. А теперь давайте оценим давление, которое создает автомобиль на дорогу. Возьмем массу автомобиля в 1000 килограммов. Тогда его вес составляет 10 тысяч ньютонов. А чему равна площадь опоры? Когда он стоит на асфальте, его площадка под одним колесом имеет размеры примерно 10 на 10 сантиметров. 100 квадратных сантиметров. По четырьмя колесами 400 квадратных сантиметров или 0,04 квадратного метра. Делим вес на площадь и получаем давление в 250 тысяч паскалей или 250 килопаскалей. Здесь все-таки удобно перейти к техническим единицам давления, атмосферам. 100 килопаскалей это одна атмосфера. Об атмосферном давлении мы поговорим в отдельном фильме. Поэтому можно сказать, что давление автомобиля на асфальт по нашей оценке составляет 2,5 атмосферы. А теперь я хочу задать вам заключительный вопрос. Мы знаем, что давление, до которого накачивает воздух внутри автомобильных шин, составляет как раз примерно 2-3 атмосферы. Но как же так получается, что давление воздуха внутри шин как раз совпадает с тем давлением, которое автомобиль оказывает на дорогу? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok